Дорогие друзья, всем привет! Вы попали на канал Сергея Пынзаря, это мой канал. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Также не забывайте про лайки, если вам видосы нравятся. А сегодняшнее видео я хотел посвятить немножко, так сказать, поиграть с вами, что ли. Если это можно так назвать. Я хотел бы понять, насколько хорошо вы знаете меня. Ну и я, соответственно, обращаюсь к тем подписчикам, которые уже давно подписаны на мой канал, либо люди, которые меня знают. Я хотел бы вас попросить вкратце и в комментариях описать, кто я такой. Мне интересно, насколько хорошо вы меня знаете. В комментариях можно просто написать, типа, Сергей, ты такой, 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 занимаешься тем-то, тем-то, тем-то. То есть просто реально интересно, насколько хорошо подписчики знают меня. Или не знают. Вот как раз тот, кто точнее всего опишет, так сказать, ну, мое резюме, можно так назвать, вот. Того, соответственно, отвечу, отмечу, наверное, на следующий сториз, ну и, соответственно, на сториз говорю. Не в сториз, а в ютюбе. И, конечно же, поблагодарю его, если, конечно, он угадает. Да? Как-то так? Правильно я вроде все сказал? Вроде бы правильно мысль выразил свою. В общем, хочу понять, насколько хорошо вы меня знаете. И знаете ли вообще. Так что пишите в комментариях. Сегодня по планам у меня... Ну, у меня сегодня вообще планы все мои немножко подвинулись, потому что у меня сегодня весь день будет съемочный процесс на Д2. Вот. Сегодня и стройка, и лобное место. И, в общем, я думаю, что вот я сейчас туда еду, что я там буду весь день сегодня. Весь день, весь день, весь день. Погода сегодня у нас плюс 9 градусов, холодает и холодает с каждым днем. В понедельник, сегодня суббота, в понедельник уже передали, что будут снегопады. Поэтому нужно переобуваться. У меня еще летняя резина, еще пока не переобулся. Нужно срочно об этом, так сказать, позаботиться и максимум в воскресенье поменять резину. Потому что можно встрять. Вот. Ну и, соответственно, сегодня по возможности, так же, скорее всего, у участников поспрашиваю, кто знает меня, кто я такой. Потому что самому интересно, как тебя люди вообще охарактеризуют. Кто ты являешься для людей? Ты там отец двоих детей, или ты там бизнесмен, или ты там просто хороший человек. Ну, соответственно, либо ты какашка для всех. То есть хочется просто понимать, как люди видят тебя. Ты же сам себя знаешь, ты же сам себе как-то даешь себе оценку, кто ты есть. То есть я могу дать себе оценку, кто я есть. Вот. А мне интересно людей послушать со стороны. Соответственно, ваше мнение, как я уже попросил вас, подписчиков изначально, да. И мнение сегодня, поспрашиваю коллектив. То есть если загруженность у съемочного процесса сильно не будет, загруженность, тогда я буду выдергивать их по одному и задавать эти вопросы. И так же здесь в видосах у вас это все выставлю в этом влоге. Посмотрим. Кстати, вот эту книгу, «Лунное дитя», помните, я про нее рассказывал? Или не рассказывал? Рассказывал, рассказывал. «Лунное дитя». Достаточно интересно. То есть вначале мне показалось немного скучновато. Думаю, ладно, добью сейчас хотя бы там страниц 20-30. И вы знаете, завертелось, завертелось. И достаточно интересная книга, достаточно интересный сюжет и интересный сам рассказ. Ну и, соответственно, концовка, концовка достаточно такая, как вам сказать. Она вроде понятная, но развязок очень много и ты не можешь прийти к какому-то одному знаменателю. То есть ты не можешь найти ту самую разгадку. То есть ты предполагаешь, что примерно так должно случиться. Но не угадал я, короче. То есть я думал, немножко по-другому будет. Вот. Так что, если интересно, заказывайте эту книгу, читайте. Я купил ее в обычном книжном магазине. Она только-только вышла. Я спросил у продавца, типа, интересно или не интересно. Она говорит, вот сама сейчас читаю, типа, залипла. Ну, думаю, если человек залип, значит и мне понравится. Соответственно, я сам вот прочитал эту книжечку. Ладно, двигаемся. Чуть позже увидимся. Так, ребят, вот Хэллоуин добрался и до меня. Соответственно, сейчас у нас будет конкурс и меня немножко хотят прибарахлить. Вот. В такого злого колдуна. Ну, не знаю, получится злой колдун или джокер. Сейчас посмотрим, кто в итоге получится. А вы оцените. Так, ребят, ну я готов. Я думал, что я вампир, но я джокер. Но и по совместительству, если что, вампир. В принципе, я добрый. Но вот сейчас наш конкурс будет проходить в таком стиле, что я должен быть злым. И буду злой. Я сейчас буду хоронить троих ребят в ямке. В общем, такой конкурс. Что же сделаешь? А вы это все увидите в эфире, потому что там я с камерой находиться не смогу. Поскольку у меня есть еще немножко времени, хочу вот как раз с вами пообщаться, дорогие друзья. В общем, не знаю, как вы, но мы, например, Хэллоуин не празднуем. Но с точки зрения красочного карнавала или, так сказать, праздника такого прикольного, это прикольно. То есть я смотрю, как его празднуют в других городах, там, в Европе и в Америке, то там Хэллоуин проходит круто. Здесь, не знаю, мне кажется, в клубах какие-то прикольные мероприятия все равно проходят. Кто был на классном Хэллоуине, где были, пишите в комментах, если были где-то. Вот, празднуйте, не празднуйте. Ну, я имею в виду празднуйте, вот одеваетесь, наряжаетесь, идете куда-то в движуху, на тусовку. Вот это празднуйте. Не то, что дома, как там, как правило, собирается. Это, да, Новый год, вся семья дома за столом, Хэллоуин, конечно же, так не празднуется. Празднуется Хэллоуин где-нибудь вот в такой вот наряженной обстановочке. Не очень умею грим смывать, вот только все закончилось. У нас сейчас час ночи, сейчас поеду домой. Завтра уже в 12 мы едем на съемку в городские квартиры, потому что завтра будет еще один конкурс. Вот, и завтра там съемка. Вроде вот все отмыл, но глаза, походу, у меня еще поднакрашенные. Не могу их отмыть никак, какую-то хрень. Хренью намазали, сейчас буду доотмывать. В общем, уже спать хочу. Так, ребят, обещал показать фасад, в итоге приехал на фасад, он не готов. Я не стал его снимать, забыл вам рассказать. Фасад не готов, не стал его показывать вам. Покажу уже, как будет фасад готов. С вами хочу попрощаться. Всем пожелать хорошего настроения. Всем пока, с вами был Серега Пынзарь. Увидимся уже завтра в новом влоге. Ну, а вам хочу пожелать хорошего, крепкого здоровья. Не забывай подписываться на мой канал, ну и, конечно же, ставить лайки. Всем пока.